Камашин Аșa ar putea începe dimineața unui fotbalist Și așa îi trece ziua Și acum despre toate în detalii Salutare prieteni, sunt Kirill și încep un nou proiect despre fotbalul în Moldova, Naționala Și vă deferi de toate cele pe care le-ați văzut până la Nu sunt fotbalist și nici chiar sportiv, dar sunt un jurnalist curios să aflu despre viața fotbalistilor Vedetelor fotbalului moldoveniesc în afara terenului Începem aici, Vadul lui Voda este centrul de pregătire a selecționatelor Moldovei Astăzi aici sosesc fotbaliști, iese pregătesc de Liga Națiunilor Vom petrece și noi cu ei câteva zile Interviuri în excluzivitate, Fii pe fir Răvnădușnă? 30 secunde și eu dai Dăși, свistok, eu văzmă vreme Halați sexuale O să te refuz Nu, nu, prea de des refuză Superb, foarte gustos Da, dați cu sunet? Nicola ne pisam pe filmul Răbătă cu star și A cât de igăr? Căs toși, că ești până să trecție Am găsit fotbalistu pe care Lăr putea într-ice Kutu că căs ar vedea în ziarec și vezi tigra Nu, mai băl, mai băl Folu că, mai băl Toată cu fiiiindră Dau că nu, mai băl, mai băl Bravo, 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 mai băl Mălă, mai băl, mai băl Отлично, отлично, отлично. Я сын Дим Крюленцингур. Фамилия моей мамы и чурап. Я сын Молдавян, что тата, тата и русский. Я в европейском партибене лимба румын, но, по всему, мы и мои кумоц, вспомнишься гэнтели принципами лимба русского. В принципе, из-за того, что я долго не был в Молдавии, и мне как бы не поставил акцент больше на свой язык, потому что мне приходилось быть в Голландии учить голландский язык, мне приходилось быть в Израиле учить израильский язык, мне приходилось быть в Португалии учить португальский язык. И поэтому я много языков знаю, но не до конца буду говорить так. Хорошо, заслаболем. О атмосфере в коллективе. Май бине за 10 лет я не был из Молдавы в экипе национальной. И, когда вы начали в функцию, многие изменили на свой spirit, и это не было в экипе в экипе. Вы успели? Ну, пока рано говорить о том, до конца ли я сумел создать именно ту атмосферу и тот коллектив, который я вижу в будущем. Но действительно то, что я сам местный, менталитет, конечно, у меня местный. И понятно, что я игроков понимаю лучше и знаю обо всех все. И информацию очень быстро получаю, потому что футбольный мир, тем более наш Молдавский, не такой большой. И поэтому, если где-то происходит какое-то футбольное событие, связанное с игроками, особенно сборной, я очень быстро об этом знаю. Я приехал на рецепт, а здесь есть Юлиана. Я сегодня я встретил все футболисты, которые они приехали, все футболисты и мембрии экипы. И мне интересно, есть очень интересные футболисты, которые они приехали сегодня? Нет, нет, нет. Почему вы пригласите на кофе? На кофе нет, нет. Вы можете написать на рецепт социализации, чтобы добавить чоколаду. Вы успеете что-то, 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 что-то необычное? Нет. То есть, такие футболисты, и никто из них не имеет шансы? Нет. Убачаем. Калашников. А где вы не это часто порекли титулары? Ну так, как ни странно, до сих пор еще вспоминают именно вот по такому прозвищу Калашников. Я даже удивлен был, я был недавно в Израиле, когда со сборной мы летали. И до сих пор еще, оказывается, ходит в кругах именно такое прозвище Калашников. Хотя, конечно, после выпуска одной из газет, после забитых голов, и после этого в масс-медиа, в прессе и в телевидении пошло уже это название. А на самом деле, меня на тренировке никто ни разу так не назвал. Из ребят и коллег. Как вы на местах Жукаторина экипы? Я, честно говоря, не знаю. Когда я слышу, они мне говорят Викторович просто. У Викторовича... Некоторые Сергей Викторович, которые помоложе, которые постарше, просто Викторович мне говорят. А между собой, может быть, что-то там и есть. Я уверен, что что-то как-то... Ну, я просто еще не слышал. Потому что мы тоже тренеров за глаза там называли по-разному, будем так говорить. Я не знаю, даже не знаю, о кого узнать это. Какие деферные компоненты были селекционированы в каком-то моменте с селекционированы, которые были по темпу для вас? Когда это был еще для вас жукатур. Там было легче. Дело в том, что мы не знали своих соперников практически. Раньше телевидение меньше было. Этих гаджетов вообще не было. Ну, я имею в виду начале карьеры. Потом постепенно, постепенно, конечно. И первые игры национальной сборной, которые проводились там в 94-95 годах, официальные игры, то не было столько информации. И выходя даже со сборной Германии, я помню, не факт, что я знал по фамилиям всех игроков соперников. Поэтому какой-то нагрузки психологически вообще на нас не было. Потому что болельщики много от нас не ждали. Потому что болельщики много от нас не ждали. Почему не ждали много? Потому что они понимали, что сборная только создалась. Ну, что с них спросишь? И мы выходили не боялись, не проиграли. И радовались выигрышами, конечно. Абсолютно. Абсолютно. Ну, я, честно говоря, давно готовился к этой работе. И шел к ней. Я тренировал и Андер-17, Андер-19, Андер-21. Были периоды моей работы и в клубной карьере. Это и Милсами, и Зимбрух. И за границей в Португалии, в России, в Ростове. Но мысленно, конечно же, я всегда себе представлял, что, конечно, я хотел бы себе попробовать на посту главного тренера сборной Молдовы. И последние два года, как бы шаг за шагом, так медленно-медленно, получается, что я приближался к этой цели. Ну, а после чего спонтанно? Нет. Решение, конечно же, принимал президент, принимал исполком. Но мысленно, конечно, я к этому готовился. Есть ли какие-то отношения между игроками из национальной дивизии и изменились из Кубрилии? Нет. Нет никакого недопонимания. Я как раз почему ставил акцент на взаимоотношения внутри коллектива, очень важно. Они общаются как друзья, я замечаю. Сейчас очень приятно было видеть, когда все приехали, все улыбаются, все хорошие настроения. И мне бы хотелось быть с таким же настроением 14-го числа после игры домашней последней. Отпраздновать это все? Не отпраздновать, а расстаться с таким же настроением, с каким мы приехали. Зио – один футболист, это база для приготовления. Как тречит я? Программа очень строгая, у нас 8 подъем, медобследование обязательное. Не надо поменяться? Да. Медобследование, 8-30 завтрак, в 10-30 уже первая тренировка, в 12-30 обед, потом послеобеденный отдых, сон, у кого сон, у кого просто отдых. После чего у нас кофе-брейк, и в 18-00, начинается вторая тренировка. Заточка, начинка и, кстати, есть много водоносок. Дома Людмила, шефа кантиня. Да! Заточка, как раз? Это много? Это много, это много, это много, И в следующую очередь. И в следующую неделю они приезжают? Да. Да, да. Спасибо большое! Спасибо большое! Мы приехали в бухтарии и посмотрим, что они приготовят футболисты. У нас есть футболисты. У нас сегодня есть футболисты. Септамир. У нас есть футболисты. Еще единой. Мы поддерживаем под зимой? Свечи брови. У нас к нам сегодня. У нас есть что-то приятное, что мы с勝каем. Шуло, что мы остались у вас сегодня. У нас есть вкусняш. Да, 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 да. Что говоришь? Созвуком мой. Нет, без. Секция для спалария веселья. Сейчас я везу качи есть. Смотрите, как шуни спала. Это когда-ка урон, у меня еще траток, у нас не имею ни мига. Сомердим, не меня не везут. В первом этапе подготовки нам важно было сформировать здоровый коллектив, хорошую атмосферу, создать в команде для того, чтобы было взаимопонимание, для того, чтобы было доверие, потому что я считаю, что это очень важно. Моя задача будет справедливым. Справедливым и по отношению игрока к своему делу я буду относиться так же соответственно к каждому игроку. Моя задача будет справедливым. Мы пытаемся идти в камеру. Это Никита Моцпан. На рецептии нам сказали, что она живет в камеру 101. Мы приехали в качи. Мы пытаемся, чтобы мы получаем какие-то интересные детали. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы получаете? Да, да. Да, заходите. В принципе, вы все видите. Мы живем по двое, кто-то по одному живет. Я Моцпан Никита. Мне 20 лет. Я игрок в сборной Молдовы. Я живу с Думброваном Даниэлем. Мы с ним здесь знакомы, дружим. Он сейчас в Италии играет. Мы выбираем, кто как хочет. Для того, чтобы вы приехали здесь, что ты делаешь с тобой? Ну, самое главное, это бутсы. Какие бутсы делаешь с тобой? На этот сбор взял две пары бутсы. Одни для натурального, для влажного газона. Другие для более сухого. Кроссовки, тапочки. Хотя нам это все дают, тут не проблема. Есть карта твоя? Да, это моя книга. Думбучи. Моцпан, не читал карта. Ты читал фильмы? Нет, фильм не смотрел. Фильм по книге написал. Да. То есть у Луни Ажунс не читал? Да, я немного там только начал ее читать. Чай мальчитит Вин Ультиме или как? Последнее, что я читал, это больше про финансовую грамотность, про Киасаки, если знаете. Вот это. Его пару книг прочитал. Казахстан. Здесь информация по сопернику Лихтенштейн, Андорра, Латвия. Три команды. Также мы готовились и по Казахстану. У нас такая же книжка была. Соперник. Допустим, мы смотрим линии обороны. Смотрим, кто играет в этой линии. Линия полузащиты. С Казахстана мы делали так. Тренер по физ. подготовке смотрит за их физическими кондициями соперника. Смотрит на поле. Быстрый. Медленный. Хорошо играет вверху. Тренер по обороне. Деловой мизя пляк инква. Сергей Федорович. Он смотрит по игрокам обороны и говорит свои выводы о том, что, допустим, слаб в игре один в один. Ну вот, есть центральный полузащитник у них. Тут расписаны как хорошие какие-то качества, так и не очень. Вот, например, собрана информация по его передачам, по цепкости. Написано, что он низкую точность передачи имеет. Часто ошибается. То есть его можно прессинговать. Прошурили, часто ли анализате сингурши? Сау, а у вас лекции теоретичи? Уже студиации вместе с тренера. Мы это просматриваем в комнатах. Также у нас есть общекомандные собрания, теории. Когда все игроки подъедут, то у нас будет общая команда и мы будем уже разбирать в целом команду. А тут больше индивидуально разбираем соперников. Че визионате, канды авестимплибер? Ведка есть ли телевизор? Че обичей еша? Водова? По большому счету я только большие матчи смотрю, будем так говорить. Я смотрю только матчи Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Простые обычные чемпионаты я смотрю только там, где задействованы наши игроки. Я больше увлекаюсь историей и натурой. Вот я люблю «Дискаверы», про природу канала такого плана, чтобы немножко отвлечься. У меня всегда включено что-нибудь про животных, про саванны. Постоянно быть в футболе невозможно, надо отвлекаться по-любому. У нас достаточно хорошие, я не могу сказать, что отличные, но достаточно хорошие условия для подготовки. У нас все есть, в чем мы нуждаемся. Мы постоянно, руководство федерации, модернизируют базу, как в медицинской части, так и по спортивной части, в том числе. Я могу сказать, что инфраструктура и все, что находится на территории базы, позволяет и обязывает нас подготовиться максимально хорошо, как грее. Центрол для приготовления Асселекционателор Републики Молдова. И я говорю, что это одна из самых популярных в Европе. Акуш, я сделаю экскурсии экспресс по территории. Реалай, мне все осталась в магазинах. Растуру на мою океанде. Прик75-еалуто. Руководство футболистовое. Сила да, я думаю, мы с вами снимать группы. Романтики-пин patients и бухтингеры. На мою дорогу там есть в AMD, акуш, на мою антеное в банке. Романтики-помнисьте. Романтики-помнисьте в трижмена и затрудни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше мы поговорим о ситуации в Ваду-Вода. Мы здесь все необходимы. У нас есть очень хорошая территория, у нас есть высокая территория, у нас есть рекупорки, у нас есть еще и аппараты для реабилитации, для медицинской области. Для меня это комплекс, у нас есть комплексы, который требует, и он только помогает, чтобы увеличить ценность. У нас нужно respectать это, потому что, я не знаю, в каждой клубе, есть такие условия. На моем МОДО, я думаю, что Зимбру-Сериф, они позволят себе такие условия, но в остальном, только здесь. Вы хотите камеры, в апартамент, в отеле? Я, в многом году, мы стоим в 215 году. Мы стоим в очень много времени, я и Жардан. В остальном, не думаю, это принципиал, только ты уже в камеру и ты уже в камеру, ты не начинайся, потому что все камеры на камеру, мы видим, что мы видим, что на первом этаже я думаю, что мы стоим на второй этаже, но мы стоим на второй этаже, а то есть такой? Да, то есть такой? Да, 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 на первом этаже они стоим на первом этаже, что они стоят на первом этаже, которые они стоят на втором этаже, но нет. нет. Есть ли какая-то барьера на первом этаже, которые самые старые, которые самые старые, которые самые старые, как ты думаешь? Нет, я не думаю, что это барьера, потому что мы все знаем, что они с подберем, что они летают на первом этаже, что они уже лежат на первом этаже, и даже ну, 20, 25 лет, а то все все мы знаем, что они идут еще на первом этаже, потому что они уже выходят за разв injured, вы понимаете всех где-то, и делают помнемуще, и они есть хорошо. А те кинеры не позволят это? У вас не много? Нет, нет. Я не думаю, что это. Они респектные, но не так. Как и у нас, в коллективе, конечно, кто-то более крупный, но мы не были лишнего. Криулини, в Бисерика Архангелу Михаил. А здесь, футболисты, сегодня, встали вне мячаилов, чтобы они были встали. Думаю, что Государство не будет травматить, чтобы быть здоровым, и счастливым, и, конечно, для успеха. Думаю, мы говорим о том, что мы приехали в Бисерикой и пройдем в Мечиуре с Казахстан. Это часовня, в 11 часов, мы приехали в камеру для отдыхания, а здесь футболисты и отдыхают, в часы свободный, это кофе, чай, карти интересные, PlayStation, но никто не имеет никакого, и линейство и пачка. Футболисты и отдыхают, они у них очень стричный режим, но мы не знаем режим. И мне кажется, что мы будем работать в следующий час. Еще работая в молодежных сборных, всегда показывал фотографии, где котенок смотрит на себя в зеркало и видит тигры. Мне вот эта ассоциация, хотелось бы, чтобы все нас видят котятами, а чтобы на самом деле мы выглядели тиграми.